Второй день реальной зимы, мы в такой вот снег фигачим, чтобы съездить на пруд и посмотреть, что там происходит. Смотрите, какая красота. Заносят лес, легкий-легкий снежок, и тут бас, снеговик в лесу. То есть снега нет вообще, кроме вот наших великов ничего не происходит. И бас, такой настоящий снеговик с палкой, типа Деда Мороза в шляпе модной. Прикольно. Сегодня лед уже занесло, подъехали с того берега, где парень катается в оранжевой кофте. Тоже вон первый открыватель льда, но, к сожалению, видосы нигде не постят. Но он сегодня раньше сюда приехал, катается. С той стороны я порубил лед, там уже толщина 7 сантиметров, там он уже практически не хрустит и уже неинтересно. А сегодня мы приехали на вчерашнее место. У нас уже очень интересный инструмент. Сейчас будем в том же месте долбить и сравнивать, какая толщина льда наросла за ночь. Он еще был минус 5, сейчас минус 3. И вот при вчерашней толщине, сколько у нас, 3 сантиметра. Сейчас посмотрим, сколько за ночь зарастает льда. Нашли вчерашнюю лунку. Сейчас прямо рядом вырубим, посмотрим, какая здесь толщина. Итак, смотрите, вот кусок льда, который был вчера, 3 сантиметра. Вот это на его месте, его же вырубили. Вот столько наросло. Здесь чуть потольше, здесь сантиметра 2,5, наверное. Опа, видите, та разница. А это, соответственно, рядом. Дальше лунку я разрубил. Вот это вчерашний лед, вот это сегодняшний, он в 2 раза толще стал. То есть скорость нарастального льда 3 сантиметра за ночь. И у него же толщина 6 сантиметров, и уже он не хрустит. То есть вот я стою рядом с лункой, вообще ничего не происходит, уже не провалится, не хрустит, как вчера это было. Так что уже, к сожалению, неинтересно. То есть можно ходить куда угодно. Вот человек катается на коньках, снегом все заметает, рыбаки уже сидят вовсю. Но подо мной лед уже не хрустит, потому что 6 сантиметров, это уже толщина очень большая. То есть лед уже даже напряжение не сбрасывает. Вот при толщине 4 сантиметра он хрустит очень здорово. При 3 сантиметрах страшно, то есть вообще нельзя выходить еще на лед. 5 сантиметров уже такой безопасный уровень. И вот 6 сантиметров с этого берега, с южного, и вот там вот, где лес, где-то тень падает, там уже 7 сантиметров толщина, там быстрее остывает берег, там уже вообще толстый-толстый лед. Вот делаете выводы. Изучайте толщину водоема, проверяйте его, прыгайте, проезжайте с молотками, долбите перед тем, как выходить на лед. Проверяйте его толщину. Вот нашим опытным путем, десятилетним, мы нашли вот такую формулу. Видите, что 3 сантиметра это опасно, 4 сантиметра это страшно и хрустит, 5 сантиметров это уже безопасно, и 6 сантиметров даже хруста нет. И вот этот момент поймать между 4 сантиметрами и 5 сантиметров это самое прикольное время для катания, когда ты едешь, под тобой все хрустит, но ты уже никуда не провалишься, ничего не денешься. Да, конечно, на лед выходить опасно, поэтому никогда не повторяйте подобных экспериментов. Ждите, пока до вас выйдут на лед толпы, проверят лед, и только тогда выходите из дома. А пока надо сидеть дома и повторять подобные эксперименты. Началась у нас метель. Вот так вот я выгляжу сейчас, приехавший из леса. Забыл еще самое важное сказать. Не только толщина льда важна, но и структура льда. То есть когда лед такой хрупкий и много пузыриков, то он, конечно, тоже менее прочный. Так что не катайтесь по льду, пока он не проверен.